Всем привет! Я нахожусь в городе Улан-Удэ, приехал в локацию ЛВРЗ, парк Орешково. Парк находится недалеко от центра. Я был на Дальнем Востоке, мне подписчики сбрасывают видос. Чувак, посмотри, у тебя в Улан-Удэ сделали детскую площадку. Я подумал, так, погодите, у нас в Улан-Удэ что-то сделали? Не может быть. Захожу посмотреть пост и действительно офигел от того, что тут произошло, пока я путешествовал, снимал города. Площадка называется Играй Байкал. Идем смотреть, что это за Играй Байкал. На этом месте раньше располагался пустырь. Тут были какие-то засохшие старые деревья, то есть по факту не было ничего. Вот эта кофейня, проект, я так понял, ребята-архитектор были из Москвы, они сделали проект для кофейни. Здесь была шашлычная, но здесь была такая забегаловка, где постоянно все бухали, тут иногда дрались. Тут была, в общем, такая своеобразная движуха типичная. Сейчас это половина вообще детское кафе стала. Тут также осталась эта кофейня, просто сделали облицовку. Деревянные речки, как я понял, предприниматель сделал за свой счет. Прошелся по дорожке плюс 10 к армии. Ну что ж, давайте рассмотрим все моменты. Заборчик прикольный. Гранитная мелкая крошка. Деревянное такое небольшое ограждение. И тут у нас кора дерева. Да, в Оланде это сделали. У нас вечная проблема в Бурятии. Это вот эти вот, вот это растение, которое кочками называют. Они растут в Бурятии везде. Просто это сорняк, который практически нереально удалить. Даже если его выкапываешь весь, он все равно нафиг растет. Здесь применили это и вот они. Ребята, смотрите и учитесь в Бурятии. Просто сожжайте то, что здесь растет и что невозможно уничтожить. И это смотрится уже круто. В другие условия и это круто. Сохранили старые деревья некоторые и досаживали новые, вот большие. Типа какой-то песок склеенный, крупный песок. Да, металлическая оградка здесь из нержавейки. И вот такие вот проплитинки. Выглядит круто. Вот она, площадка Играй Байкал. Значит, степь, тайга, хребты, озеро. Видимо, решение было как в парке Зарядье в Москве сделать. Тоже разбить на некоторые такие природные особенности. Такие кругляки. Вот раз кругляк, два кругляк. Этот кругляк называется степь. Дизайн крутой, мне нравится. Воу. Блин, забавно. Наконец-то в Улан-Удэнушке что-то появилось годное. Я уж думал, не дождусь здесь подобных проектов. Поехали. Тут вот что, на Севербайкальск? Это навесик. Небольшой навесик. Сидишь и дождь на тебя не капает. Крутота. Здесь у нас просто такие вот пенечки из сосен. Просто спилили сосну, даже не стали обрабатывать. И в таком вот виде, натуральном, сделали небольшое ограждение. Это велопарковка, да? Да. Урны под замочек. Под замочек. Вытаскиваются оттуда. Дно пробито, чтобы вода там не задерживалась. Но крышки не хватает, потому что грязюка вот после дождя, по всей видимости, есть в урнах. Так, здесь у нас качельки. А покрытие из щипы. И достаточно мягенько упасть. Здесь будет. Здесь даже вон взрослые тусуются, и им кайфово. Классно. Несколько канатов сплели. О, прикольно. Вот это кафешка. Выход к кафе с другой стороны, как раз напрямую в парк. Здесь небольшой ландшафтный дизайн с камушками. Такие технические спилы. Тут люди уже самостоятельно протоптали газончик, тропинки. Такие народные тропы появились. Потому что всем любопытно, что это такое. И всем хочется здесь полазить, судя по вот таким следам на камушках. Где урна причем протоптали. Степь, тайга. Вот это хребты. Да, типа скалы такие сделали. Здесь у нас мелкая галька. Ну, прям очень мелкая. И она очень мягкая. Горки прикольные вообще такие. Они еще немножко, видимо, с национальным таким этносом. Ну, может быть, я ошибаюсь. Это не национальный этнос. Это, наверное, кричать куда-то, чтобы было слышно. Есть вторая такая штука. Ой, я схожу тут, тут стоять. Да, есть заходы. Это такие вот, через ограждение, прям камнями. Что тоже удобно, чтобы не обходить вокруг. Привет. 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 Я сказал, что эти домики относятся к этносу местному. Но это не местный этнос. Это просто как хребты сделаны. Кстати, вот эта галька привезена из Крыма. Тут можно найти ракушки. А вот колокольчик. Блин, а тут прикольно. А, вот эта штуковина. Камни привезены с местного... Камни привезены, да, с местных, видимо, карьеров. Загрузка растений не завершена. Сказали, что здесь привозили растения из Алтая. Из каких-то других еще мест. Вот, разных. Даже несмотря на то, что не завершена, уже выглядит неплохо. Кстати, вот третья штука. Привет. Я наверху стою, посмотри. А здесь можно туда подняться. Но я, наверное, взрослый дядька. Тут такой размерчик, чисто детям ползить. Я туда не полезу. Крутота. Сделана в Германии площадка с немецким оборудованием. Немцы-красавцы в этом плане. Это вам не кфил. Сравнил, блин, да. Кстати, здесь есть система полива капельная. Она проходит... Здесь ее не видно, но сейчас покажем. Она идет по парку, по всему. И отпитывает деревья, кустарнички, газончик где-то. Подсветочка еще, кстати, да, есть. Ночью, наверное, здесь тоже прикольно. Вот, система полива. Дети не отковыривают? Или они не понимают, что это можно ковырять? Нет, особо, да, такие любопытные там открывают. Да, очень крутое решение. Вот эти вот, как их называют... Это как растение называется? Чий. Чий? Его кочки называют просто, да, все. И круто, что самый такой сорняк, который в Бурятии использовали в ландшафте. Он классный висался. Лавочки мне нравятся. А, это большой брус, да? Я думал, это доски. Круто. Сразу как спинка, я вообще круто тяню. Я газон, а не дорожка. Ну, если ты хороший газон, почему бы не посидеть? Кстати, да, к газону вообще доступа нет. Так, тут у нас прыгалочки. Воу. Так, ну неплохо. Неожиданно, действительно, в Лан-Удэ увидишь что-то подобное. Да, это озеро. Отсылочка к Байкалу. Все, я остаюсь тут до завтра. А, они мелко распыляют, как будто горячие источники. Вааа, круто тень. Ого. В другую сторону крути. Да, ты типа зачерпываешь воду. Тут даже такая удобная из камней штука сделана. Только я боюсь, что эти камни могут отломиться, если кто потяжелее наступит. Крупная галька. Такие, как будто эти. Байкальские, кажется, такие же круглые. Обошел я, значит, площадочку. И понял, что площадочка-то по уровню тех детских площадок, которые я видел. Наверное, это одна из прям топовых в России на данный момент. Судя по состоянию города Улан-Удэ, и вот эта площадка, как будто тебя телепортировали в другой город. Играй, Байкал. Вырезано в плитке. Здесь куча отсылок. Если бы мне не сказали, я бы не догадался. Вот эти все тротуары... Привет, да. Они, получается, отсылка идет к Баму. И выполнена как шпалы, как железная дорога. Вот. Это очень, кстати, крутая отсылка. То есть отсылка к озеру Байкал, отсылка к Курумканским горам, к местной тайге и к Бурятским степям. А вот эти ивы, которые здесь сплели, в эти маленькие домики, они московские, по-моему. Большой вопрос, что будут делать зимой с этой площадкой, чтобы здесь... Ну, в Бурятии не так много осадков на самом деле, но все равно могут вытоптать кустарники, если выпадет снег, зимой надо будет это все как-то закрывать, продувать в систему полива. А кору дерева, щепу и гальку с песком нужно будет постоянно досыпать, потому что ее все равно будут отсюда выносить обувью, подошвой. Так или иначе, щепа будет тоже стираться в пыль. Со временем это все будет вот так мельчать, мелеть, и надо будет это все дополнять. Компания «Озена» — это Яравнинский район, Озернинский ГОК. Они решили сделать подарок городу. Проект стоит 90 миллионов, и если честно, я думал, он стоит дороже, потому что 90 лямов и то, что сделали здесь на 90 лямов — это круто. Ну, надеюсь, что со временем она получит должный пиар, и туристическая МЕКО будет включать сюда и эту площадочку. Благоустройство хорошее для России — это действительно какая-то уникальная история. Среднестатистический гражданин России не привык к такому, и для многих это будет действительно такой туристической локацией. Да, плюс очень много отсылок. Очень много отсылок к природе, к Байкалу, мне кажется, почему нет. Это было очень круто. Па-бам! Площадка детская, игровая, и не только детская, взрослая здесь, не меньше, чем дети, с большим интересом. Сделано все достаточно на высоком уровне, вопросов практически нету. Да, люди в шоке. Люди впервые видят подобные вещи здесь за подобные деньги, хотя на самом деле деньги-то не такие большие. Жителям тяжело, конечно же, пока что принимать такие суммы, не с чем сравнить, пока, конечно, диковато относятся. Я очень рад, что в Лан-Удэ появилось что-то подобное. Надеюсь, жители города бережно будут относиться к этому объекту, и надеюсь, это не единственный объект, надеюсь, это первый объект, который станет источником всего хорошего благоустройства, на которое я рассчитываю. Неожиданная локация для меня и неожиданный видос для меня. Я обычно отдельно благоустройство никогда не снимал, только всегда в контексте городов. И то не такой полный разбор делал. Ну, а с вами был Энэй, подписывайтесь на канал, увидимся в следующем видосике. Пум! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!